Валентин Петрович Прянчиков Прянчиков был неспособен ковару по своей неестественной искренности, которую многие трезвые сыны века считали душевной ненормальностью. На шарашке ее так и называли «сдвиг пас у Валентурина». Вся его душа была всколыхнута сведящимися видениями Москвы, мелькавшими за стеклами победы. Для него не стало ни шофера, ни пух сопровождающих переодетых, он не отрывался от стекла. Вечерней Москвы не видел еще ни один арестант за всю историю шарашки. А тут мелькали шляпки, вуалетки, катилась ситая и возбужденная столичная толпа. Слышится смех, смутный голос, какая-то пиерия, кусочек той изящной жизни, которую ему никак не доводилось пожить. Вы инженер? Да. Вы ведущий инженер группы аппарата искусственной речи? Какого аппарата? Искусственной речи? Что за чушь? Его у нас так никто не узнает. Это переименовали в борьбе с низкопоклонством. По кодам. Но вы... Вы ведущий инженер? Вообще да. А что такое? Садитесь. Прошу вас говорить совершенно откровенно, не боясь никаких репрессий. Бакодер, когда будет готово? Может быть, вам нужно два месяца? Скажите, не бойтесь. Бакодер? Готов? Да вы что, что вы? Значит, просто не понимаете, что такое Бакодер. Я вам сейчас объясню. У вас клочок бумажки найдется? Да. Идея Бакодера состоит в искусственном воспроизведении человеческого голоса. Это ваше пиночку? Черт. Как вы пишете таким гадким пиром? Ряды фурье вы знаете? Подождите. Вы мне скажите только одно. Когда будет готово? Готово когда? А готово? Ну, готово я над этим не задумывался. Ну, к какому числу? К первому марта? К первому апреля? К первому апреля? О, первое апрель. Ну что вы, перестаньте загадывать. Я вам сейчас все объясню. И вы сами поймете, что в интересах дела не стоит торопиться. Убрать! Послушайте, я совершенно забыл. Примерно насчет кипяточка. Придешь домой, ты в стране, копить начальнику взял. Это насчет женщины.